Один момент может показаться немножко парадоксальным. Вот мы говорим, что Вселенная сделана в основном из водорода и гелия, а все вокруг нас состоит не из водорода и гелия. Нет ли здесь какого-то противоречия? Из чего состоит человек, кстати, узнать довольно легко. Нужно взять баночку с витаминами, там написано много-много разных элементов и веществ, из которых мы в основном и состоим. Этих веществ действительно мало, они действительно вносят доли процента в полный химический состав Вселенной. Когда формировалось наше Солнце, то газ, из которого формировалось Солнце и планета вокруг, был уже обогащен тяжелыми элементами. Солнце — звезда не первого поколения, это звезда так называемого населения-один, то есть появившаяся из уже обогащенной межзвездной среды. И из этой среды, естественно, появляются разные планеты. Большие планеты, такие как Юпитер, это всегда газовые гиганты, они всегда в основном состоят из водорода и гелия, просто потому что водорода и гелия больше. И как вы не кучкуете этот газ, всегда получите планету в основном состоящую из водорода и гелия. Земля и другие маленькие каменные планеты формировались ближе к Солнцу. Ближе к Солнцу означает, что газ довольно эффективно выдувался из этой части, и поэтому рост планет, таких как Земля, происходил из-за взаимодействия твердых частиц. То есть сразу все начиналось с пыли, а пыль включает в себя очень мало водорода и фактически совсем не включает гелия. Поэтому каменные планеты имеют достаточно универсальный состав. То есть вот астрофизики, опять-таки будучи простыми людьми и считая до трех, у них есть три типа планеты. Есть газовые планеты, ледяные и каменные. Камень это означает достаточно большую долю железа, кремния, углерода, кислорода, магния. И поэтому мы появляемся именно на такой планете. Биологи учат нас, что для появления жизни нужны определенные условия. И просто так, скажем, в атмосфере гигантской газовой планеты жизнь зародиться не сможет. А на поверхности каменной планеты при наличии воды жизнь очень хорошо появляется. И каменная планета, вот это как комплексный обед. Она создалась, и у нее есть определенный набор элементов. То есть по сути вы взяли просто средний солнечный состав и выкинули водород и гелий. А все остальное в той пропорции, в какой есть, вы и собрали. Поэтому у нас есть более обычные вещества, вот железо, кремнии, мы их как бы не очень любим и выкидываем. Есть более редкие, такие как золото, платина. Есть какие-то совсем редкие элементы. И этот состав, он опять-таки должен быть достаточно универсальным. То есть мы думаем, что если мы откроем другую обитаемую планету в другой звездной системе, она будет похожа на Землю, и ее состав в среднем будет такой же, как у Земли. Но какие-то маленькие-маленькие вариации могут быть, но совершенно исключено появление планет, состоящих из золота или из свинца, или еще из чего-нибудь, потому что этих элементов мало и никакого разумного, естественного способа сильной сепарации элементов мы придумать не можем. Ну, поэтому, условно говоря, если вы открываете планету, состоящую из чистого чугуна, то ее точно руками сделали инопланетяне. Продолжение следует...